Новые аудиокниги на нашем канале бесплатно каждую неделю. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. Суперметодика, по которой тренируются сотрудники спецслужб, сегодня доступна всем. Нам кажется, что спецслужбы знают особенный секрет, благодаря которому из любого новичка можно за пару месяцев вылепить как минимум Джеймса Бонда, как максимум Человека-паука или кого-то с похожими сверхспособностями. На самом деле, секрет спецслужб совсем не в сложных упражнениях и не в оборудованных спортзалах. Герои физической подготовки делают совсем по другим принципам. По каким именно, вы и узнаете из этой книги. Введение. Мода на здоровый образ жизни развелась настолько, что обычные тренировки уже мало кого вдохновляют. Спортсменам и атлетам хочется достижений и нагрузок, а новичкам мгновенных результатов. И многие видят выход в программах, по которым занимаются спецслужбы разных стран. Еще бы, ведь они должны делать за два месяца из любого человека настоящего героя, способного одной рукой спасать мир, пока другая рука жмет штангу. Впрочем, такое радужное представление не всегда соответствует действительности. А что соответствует? Что спецслужбы много работают и поддерживают свой организм в полном порядке. Что сотрудники готовы в любое время выполнить задания и их форма это позволяет. Что в спецслужбы берут не всех и не все смогут достичь таких же результатов. Но все могут немного попытаться и увеличить силу и выносливость, заодно приобретая практические навыки, которые могут пригодиться в реальной жизни. В отличие от занятий в кондиционированном спортзале. Глава первая. Что такое фитнес? Фитнесу все дают разные определения. Если говорить коротко, то это здоровый образ жизни. Фитнес это особенные знания о том, как функционирует и чем живет ваш организм. Это наука, которая опирается на сведения из физиологии двигательной активности, а также включает в себя базовые знания физики, химии, анатомии, физиологии, психологии. Можно обойтись без перечисления исследований, которые доказывают, что физическая активность и сбалансированное питание делают лучше все, вообще все. То есть вы хорошо выглядите, чувствуете себя прекрасно, прекрасно работаете и даже отношения складываются лучше, если вы занимаетесь фитнесом. Фитнес регулирует не только количество ваших тренировок в неделю и их качество, но и питание и весь режим дня. Ведь после хорошей работы нужно и отдыхать хорошо. Так что фитнес это норма жизни для здорового во всех смыслах человека. Как проходят тренировки? Конечно, именно тренировки. Это основа всей науки и индустрии фитнеса. Без них не будет ни питания, ни режима. Несмотря на то, что типов тренировок и способов активности придумано множество, так или иначе их можно разделить на два подвида физической деятельности. Это аэробные и анаэробные нагрузки. К аэробным нагрузкам относятся те, в которых используется энергия, высвобожденная с участием кислорода. Это такие занятия, как бег, езда на велосипеде, плавание, аэробика, танцы. Во время такой тренировки заметно возрастает пульс, учащается дыхание, мышцы требуют больше энергии, а для ее получения расщепляются углеводы и жиры, в том числе из нашей подкожно-жировой клетчатки. Такие нагрузки иногда называют кардиотренировками. Это от латинского кардио – сердце, потому что аэробные нагрузки улучшают работу сердечно-сосудистой системы, тренируют органы перекачивать кровь, укрепляют сосуды. Как итог, улучшается обмен веществ, то есть метаболизм. Организм учится правильно расходовать и запасать питательные вещества, а общее состояние заметно улучшается. Поднятие тяжести и работа с любыми весами, в том числе с весом собственного тела – это анаэробная нагрузка. Анаэробная означает, что в процессе обмена веществ не важна роль кислорода, и энергия добывается из клеток другим путем – с помощью анаэробного гликолиза – процесса окисления сахара. Как известно, такие упражнения требуются в том случае, чтобы нарастить силу и объем мышц. Такую нагрузку необходимо чередовать с отдыхом, чтобы давать мышцам возможность восстановиться. Зачем вам фитнес? Известный постулат гласит, что если ты хочешь чего-то добиться, нужно знать, чего именно ты хочешь. Начинать занятия фитнесом только потому, что все это делают, неэффективно. Начинать занятия, потому что хочется похудеть к летнему сезону, тоже неэффективно. Вы просто бросите тренировки после нескольких раз, когда поймете, что результат будет виден далеко не сразу, и ради него придется попотеть и в чем-то себя ограничить. Необходимо определиться с тем, что именно вы рассчитываете получить от своих занятий фитнесом. От выбора цели зависит и выбор оптимальной схемы построения тренировок. Если вы заинтересовались этой книгой, то могу предположить, что ваша цель — быть готовым в любой ситуации получить от своего тела максимум выносливости и силы. Определите, что вам мешает. Если у вас есть лишний вес, то с ним нужно справиться. Если у вас нет мышц, их нужно наработать. Если у вас в целом слабый организм, нужно укрепить общее состояние. Для избавления от лишнего веса придумано множество методик, но их так много только для того, чтобы постараться обойти очевидные принципы. Большинство диет помогают снизить вес, но не делают главного, не заставляют обмен веществ работать так, чтобы не случилось нового набора веса. А ведь здесь не бывает чудес, и рецепт похудения известен давно. Итак, во-первых, для того, чтобы стать легче и тоньше, нельзя рассчитывать только на диету. Питание работает только в комплексе с физической активностью, тренировками и спортом. Во-вторых, тренировки должны быть регулярными и достаточно длительными, чтобы от них появился эффект. Все волшебные комплексы, которые помогают якобы привести тело в порядок за 10 минут, совершенно не работают. Если только вы не будете выполнять подряд по 5-6 таких комплексов. Снижению веса способствуют кардиотренировки, но при них важно следить за тем, с какой скоростью бьется ваше сердце. В первые 20-25 минут занятий основным источником энергии является гликоген. Питательное вещество – продукт переработки организмом углеводов, запас которого всегда присутствует в теле человека как раз для таких непредвиденных случаев. Гликоген быстро кончается, но любой перекус почти мгновенно может пополнить хранилище. В следующие 20 минут, не раньше, для получения энергии, организм постепенно начинает использовать накопившиеся запасы жира. Но это при условии, что вы тренируетесь на совесть. Примерно через 40 минут от старта занятия, для того, чтобы сохранить запасы гликогена, организм целиком переключается на использование собственных жировых отложений. Только после этого вы можете рассчитывать на то, что ваши лишние килограммы начнут таять. Естественно, за 5 минут не случится ничего, что серьезно повлияет на вашу фигуру. Тренировки должны занимать минимум час, а лучше все полтора, если вам нужен эффект. Выяснить, достаточно ли интенсивно вы работаете, помогает подсчет пульса. Вычислить оптимальный пульс, при котором организм с максимальным эффектом расходует жир, можно по формуле 220 минус ваш возраст, затем умножить полученное число на 0,65. Так, например, в 25 лет оптимальный пульс равен 127 ударам в минуту, а в 35 уже 120. Кстати, первая часть формулы показывает, какой максимальный пульс можно считать нормой в вашем возрасте. Тренировки по программам спецслужб будут для вас слишком сложными или даже опасными, если ваша сердечно-сосудистая система не готова к такому развитию событий. Поэтому нужно применить особенный подход к развитию своего организма. Подход заключается в укреплении мышц, обеспечивающих функционирование сердца, и серьезном увеличении резервных возможностей сосудов и всей системы кровообращения при активной нагрузке. Этому способствует эффект, который вызывают регулярные тренировки, снижается частота сердечных сокращений, когда вы находитесь в покое. Так, мышцам сердца требуется меньше кислорода для поддержания своей деятельности. Тренироваться же нужно с помощью кардионагрузки. Во время выполнения любого упражнения крайне важно следить за собственным дыханием. Без хорошего поступления кислорода невозможен аэробный способ получения энергии. Для укрепления сердца нужны тренировки, во время которых вы будете следить за пульсом, как во время жиросжигающих. Наиболее точно узнать, каким должен быть пульс, можно с помощью простого подсчета процентов от максимальной частоты сердечных сокращений. Помните первую часть формулы, с помощью которой мы уже вычисляли норму пульса при тренировках на похудение? 220 минус возраст. У тех, кто только начал приобщаться к фитнесу, нагрузка должна находиться в пределах 60-70% от максимального количества сокращений. Только после того, как вы выйдете из категории новичков, можно увеличивать пульс до 80-85% от максимума. Небольшое отступление. Новичком вы перестанете быть далеко не сразу. И потребуется не один месяц, чтобы только привыкнуть к регулярным занятиям. Так что, если вы новенький, то в ближайшие полтора-два года не экспериментируйте с поднятием частоты пульса, чтобы не навредить организму вместо получения пользы. Вернемся к тренировкам. Тренировка при пульсе ниже 60% от указанной величины не поможет сделать крепкой составляющей сердечно-сосудистой системы. Как работа с весом, которого вы не чувствуете, не поможет укрепить мышцы. Поэтому для начала тренировок купите самый примитивный пульсометр, который стоит недорого. Впрочем, если вы уже подготовленный спортсмен, то вы прекрасно знаете, как себя чувствует организм, когда вы находитесь в нужной зоне. Одними кардиотренировками даже для снижения веса нельзя обеспечить все потребности тела, поэтому нужно наращивать мышечную массу. Силовые анаэробные тренировки тоже влияют на скорость сжигания калорий, а без мышечного каркаса вы все равно не сможете долго и активно двигаться. Так что запасайтесь терпением и будем качаться. Помните, что перед любой тренировкой нужна разминка. В ее роли выступит обычная растяжка или несколько минут кардиотренировки. Учитывайте, что слишком длительная кардионагрузка приводит к быстрой усталости, поэтому не пытайтесь тратить на нее больше 10-15 минут. О том, в какой последовательности и как следует прорабатывать мышцы, мы подробно поговорим позже. А пока ответим на вопрос, к какому типу тренировок можно отнести те нагрузки, которыми занимаются спецслужбы. Ни к одному из них. Потому что специалисты прорабатывают все свои навыки комплексно и занимаются так, чтобы не упустить ни одного важного пункта. Глава вторая. Принципы, на которых строятся тренировки спецслужб. Если вы хотите заниматься так, как это делают профессионалы, нужно соблюдать определенные принципы, без которых любая тренировка станет бессмысленной тратой времени и сил. Принцип первый. Интенсивные тренировки могут выполнять только здоровые люди. Давайте посмотрим правде в глаза. Для работы в спецслужбах отбирают изначально физически сильных, полностью здоровых людей. Конечно, спецслужбы бывают разными, и в их рядах всегда найдется место для профессий, которые не требуют сверхсильной подготовки тела. Но в этой книге мы говорим о фитнесе, а значит пункт о здоровье выходит на первый план. Больной сотрудник не задерживается в спецслужбах, потому что экстремальные нагрузки могут усугубить болезнь или даже убить человека. Да и кому требуется боец, который может в любой момент приболеть и подставить всю группу? Так что давайте без фанатизма. Решили заниматься? Идите на полное комплексное обследование к врачу. Если у вас ничего не болит, то этот этап все равно пропустить нельзя. Пройдите настоящую медкомиссию, которую организуете себе сами, и пройдите ее тщательнее, внимательнее отнеситесь к результатам. Не случайно атлеты постоянно измеряют физиологические показатели, потому что переборщить с нагрузкой гораздо легче, чем кажется. А новички даже не поймут, что перестарались, пока им не станет слишком плохо. Поэтому обратите внимание на состояние сердечно-сосудистой системы, которую тоже надо тренировать, но делать это постепенно. Посетите невролога и хирурга, чтобы узнать, есть ли у вас проблемы с суставами и позвоночником. Зайдите к эндокринологу, ведь фитнес предполагает особенное питание и нагрузку на обмен веществ. Не можете по состоянию здоровья считаться мега-бойцом? Это не повод бросать книгу. Берите и адаптируйте нагрузку для себя с учетом своей формы. Если для вас это сложно, проконсультируйтесь с врачами. Принцип второй. Себя нельзя жалеть. Замечали, как на обычный фитнес в зал приходят люди в плохой форме? Посещают занятия они исправно, но год за годом никакого прогресса у них нет. Первое, что приходит на ум, когда жалуются на такую проблему, кто-то не выкладывался на тренировках. Занятия фитнесом требуют отдачи. Мышцы должны работать, чтобы не стать вялыми и дряблыми. Выполнять упражнения кое-как, лишь бы дотянуть до космического количества повторов в одном подходе точно не нужно. Сделайте два-три повтора, но абсолютно по всем правилам, не жалея себя и свою самооценку. Пусть вы что-то не можете сейчас, но только честное выполнение упражнений приведет к тому, что все получится. Принцип третий. Не смотрите на картинки из журналов. Фитнес — модное и популярное слово, за которым скрываются десятки направлений. И многие тренеры и спортсмены ставят себе особенную цель, связанную с красотой. Например, похудеть, выполняя упражнения, или получить подтянутое тело, или набрать мышечную массу и наработать красивые рельефные мускулы. Журналы и интернет только укрепляют в мысли, что фитнес нужен для красоты. Любая реклама чего-то, связанного с фитнесом, показывает гармонично сложенных, довольных, ухоженных людей. Если вы хотите тренироваться, как боец спецназа, выбросите эти картинки в мусорный бак. Никогда не думали, сколько сотрудников спецслужб снимается для рекламы? Ни одного. И дело не только в секретности. Долгие изнурительные физические тренировки делают из людей атлетов, готовых абсолютно к любым неожиданностям. Их тела способны долгое время обходиться без питательных веществ и работать по максимуму. Они могут переносить запредельную нагрузку, могут мгновенно реагировать на любые изменения среды и функционировать с точностью часового механизма. Но тренировки выносливости не делают из людей глянцевых красавцев. Хотите примерно представлять, как выглядит тело человека, который тренируется как сотрудник спецслужб? Посмотрите на тех, кто занимается кроссфитом. Это популярное сейчас направление в фитнесе. Нагрузки здесь в чем-то схожи с теми, которые используют на тренировках специалисты. Хотя изобретатель кроссфита Грег Глассман был гимнастом, и система эта отличается от армейской или какой-то еще, многие принципы похожи. Это интенсивная нагрузка и развитие всего тела сразу. Но спецслужбы добавляют к своей программе еще одно условие — функциональность. Они не тренируются ради тренировки. Они становятся лучше ради дела. Поэтому если вы вдруг посмотрите в зеркало, а в отражении увидите не то, что на плакате, не переживайте. Гордитесь. Вы теперь можете многое, и ваше тело стало лучше. Вы не кажетесь спортсменом. Вы и есть спортсмен. Принцип четвертый. Готовьтесь изменить жизнь. Сотрудники спецслужб всегда на задании, в любой момент, в любое время дня и ночи. Поэтому для них тренировка — такая же необходимость, как для всех остальных чистка зубов. Приготовьтесь к тому, что если хотите быть в форме всегда, то и тренироваться придется всю жизнь, а не только в весну, чтобы сбросить к лету пару кило. Специалистам хорошо. Их заниматься и становиться лучше обязывает долг, подкрепленный мероприятиями по проверке физической формы, а также боевая подготовка. У вас таких мотиваторов не будет, так что учитесь все делать сами, в том числе уговаривать себя поработать над телом. Вам даже не обязательно ставить конкретные цели. Просто начинайте тренировку всегда, когда можете. Принцип пятый. Режим важен, но смотря какой. Для прогресса в любых тренировках важен режим. Нужно давать мышцам отдых, нужно полноценно спать и очень правильно питаться. Именно благодаря режиму новички втягиваются в ряды подготовленных специалистов очень быстро. Но давайте добавим еще немного воображения и снова представим работника спецслужбы. Марш-броски, учения, засады, срочные задания. Как в таких условиях выдержать режим? Правильный ответ – никак. Это невозможно. Работник спецслужбы должен быть готов к работе в любых обстоятельствах. О какой работоспособности можно говорить, если тело привыкло получать свое строго по часам? Такие мышцы, привыкшие к точно выверенным дозам питательных веществ, откажутся выполнять свою работу без стимулятора. Такой режим нам не нужен. Посмотрите, что спецслужбы едят, как они питают сверхлюдей, и обнаружите большое количество питательной и разнообразной еды. В их рационе нет суперфудов и чудо-ягод, нет авокадо и руколы. Зато есть необычные для фитнеса сала, джем, сахар. Завсегдатые спортзалов от такой пищи бегут, как от огня, и ошибаются. Потому что именно белки, жиры и углеводы, а также энергетическая ценность съеденного, это краеугольный камень успеха тренировок. И при высоких нагрузках организму нужно много энергии, которая поступает в тело максимально быстро. Не забывайте, что сотрудникам спецслужб не нужно быть похожими на картинки. Им нужно функционировать, и выполнять поставленные задачи. О питании мы поговорим в отдельной, весьма короткой, впрочем, главе. Принцип шестой. Без снаряжения. Для спецслужб не нужны особенные тренажеры, сделанные по последнему слову техники. Нагрузки при обычных тренировках достигаются за счет работы всего тела и интенсивности выполнения. Поскольку спецслужбы редко находятся в месте постоянной дислокации и часто работают в полевых условиях, то они учатся использовать в качестве инвентаря все, что попадается под руку. И даже на голой земле умеют полностью прокачать тело. Вам не нужно тратить бешеные деньги на зал или на спортивное оборудование, но придется призвать всю свою силу воли, чтобы не сойти с дистанции. Принцип седьмой. Мотивация. У спецслужб с мотивацией довольно просто. Если группе приказано выполнить какое-то упражнение столько-то раз, то группа его выполнит. Когда над вами не стоит начальство с жестким приказом, задавать себе нужный темп очень непросто. Так что нужно очень-очень захотеть. Или же найти наставника или друга, который будет следить за вашим прогрессом и тем, чтобы вы не халтурили. С друзьями, конечно, лучше устраивать соревнования, а не отдавать им роль сержанта, который над вами издевается. Такая позиция не способствует дружбе. Глава третья. Питание. В обычном фитнесе питание уделяют внимание не меньше, чем тренировкам, а иногда и в несколько раз больше. Спортсмены высчитывают каждую калорию и каждый грамм белка, употребляют добавки строго по часам. В спецслужбах не работают спортсмены. Там работают люди, которые тратят бешеное количество энергии по сравнению даже с атлетами. Физические нагрузки при тренировках и занятиях на местности велики. Как следствие, калорийность пищи, которую может съесть мужчина, да еще и при неблагоприятных погодных условиях, может достигать от 4,5 тысяч до 5,5 тысяч килокалорий в сутки. Такой набор требуется в чрезвычайных обстоятельствах. Это предельно много в обычный день, но опыт много раз подтверждал, что в любых условиях необходимо питаться физиологически сбалансированным набором высококачественных продуктов. Что в него входит? Углеводы. Основной энергетический материал, из которого тело черпает энергию для так называемого постоянного горения. Углеводы критически необходимы при постоянной работе на выносливость. Именно они преобразуются в гликоген, запасы которого расходуются в организме все время. Сахар и глюкоза – это самые доступные и понятные быстро усваиваемые углеводы. Они поглощаются организмом с высокой скоростью и почти полностью. На 99% сахароза поступает в кровь уже спустя 10-15 минут после употребления. При высокой нагрузке, как мы помним, расходуется она минут за 20. Еще быстрее в кровь поступает глюкоза. Углеводы, которых боятся все, кто стремится похудеть, необходимы во время длительных и тяжелых переходов, бросков, бега. Если вы хотите поддержать функциональность и завершить большую тренировку, но чувствуете бешеную усталость, положите под язык кусочек сахара. Через 10 минут вы почувствуете прилив энергии. Если сахар вас не устраивает, воспользуйтесь сухофруктами, черносливом и курагой. В них тоже много быстрых углеводов, но в дополнение к ним также идут магний и калий, необходимые для хорошей работы сердца. Сахар и глюкоза – это топливо не только для мышц сердца и скелетной мускулатуры, но и средства для скоростного питания мозга. Человек лучше видит и лучше слышит, когда мозг постоянно получает порцию углеводов, поэтому при напряженной умственной работе так хочется сладкого. Тренировки, которыми занимаются спецслужбы, требуют не только мышечного напряжения, но и умственного. Так что для работы органов восприятия не отказывайтесь от приема сахара в течение тренировки. Но помните, что потребность в углеводах у вас может появиться не раньше, чем через 40 минут работы. Надо также помнить, что сахар употребляют на марш-бросках в больших количествах, а на обычной тренировке это лишнее. А перебор со сладким опасен. Это приведет к диабету. Вместо сахара или сухофруктов можно использовать горький шоколад. Жиры – это источник энергии при длительных нагрузках, когда гликогена и углеводов недостаточно. При сильной и напряженной работе свои запасы углеводов в человеческом организме, преобразованные в гликоген, расходуются быстрее, чем обычно. Вместо быстрых углеводов при постоянном росте нагрузки организм начинает использовать жиры. Эти вещества усваиваются человеческим организмом весьма тяжело, начинают участвовать в энергетическом обмене веществ не сразу. Но зато они представляют собой главный энергетический материал, когда тренировка или задание затянулось. Кроме того, это самый удобный для переноски материал, за что его ценят в спецслужбах. Только один грамм животного жира обеспечивает при тяжелой физической работе получение 9 килокалорий. Это в несколько раз больше, чем могут обеспечивать углеводы и белки. Именно от жиров ожидается 80% всей необходимой организму энергии, когда тренировка становится очень трудной. В стандартных условиях потребность среднестатистического физически развитого человека в жирах составляет не больше 50-60 граммов в сутки. При этом желательно использовать растительные жиры. Но в экстремальных условиях норма может вырасти в 3 раза по отношению к обычной. Поэтому бойцы спецслужб не могут существовать совершенно без жировой прослойки, как спортсмены-культуристы, так как потеряют источник топлива для работы в сложных ситуациях. И не случайно в индивидуальные армейские продуктовые наборы входит сало. Белки. Это вещества, без которых невозможна ваша сила. Белки – это то самое, из чего состоят в буквальном смысле наши мышцы, связки и сухожилия. В результате постоянного белкового обмена одни белки в клетках организма распадаются, и затем продукты этого распада постепенно выводятся. Чтобы каким-то образом эти потери возместить, требуется активное пополнение белковых запасов с пищей. А поскольку мышцы при больших нагрузках страдают и белки распадаются активнее, то и последних в рационе должно быть много. Белковая недостаточность приводит к тому, что организм начинает поедать сам себя. Мы ощущаем это как усталость, невозможность сосредоточиться и выполнить упражнения. Без белка нельзя построить мышечный корсет, так как мышцам не хватит строительного материала. Наиболее ценным и хорошо усваиваемым источником пищевого белка является мясо. Говядина предпочтительнее других видов мяса, так как в ней много железа, необходимого для работы кроветворной системы. Поэтому после тренировки лучшим питанием будет белковое. Так вы дадите возможность организму создать новые мышечные волокна. Витамины и минералы. Это важные элементы, без которых не получится хорошего обмена веществ. Расход витаминов, как и других элементов питания, при повышенных нагрузках заметно возрастает. Недостаток выражается в заболеваниях, хотя до такого сложно дотренироваться. Но в первую очередь все в той же повышенной утомляемости. Поэтому если вы решились на интенсивные тренировки, то увеличивайте прием витаминов после консультации с врачом. Полноценным источником витаминов является натуральный пчелиный мед, если у вас нет на него аллергии. Одна ложка меда утром и ложка вечером могут предотвратить нехватку витаминов. И, конечно, в любой аптеке можно купить подходящий вам комплексный препарат. И не забывайте о том, что нужно употреблять достаточное количество жидкости. Во время самой тренировки обильное питье приведет к обильному потоотделению и повысит нагрузку на сердце. Поэтому лучше пить заранее. После интенсивных занятий пейте потихоньку, маленькими глотками. После тренировочное питье с минеральными веществами поможет восстановить водно-солевой баланс. Поэтому можете использовать минеральную воду. Глава четвертая. Комплексы, тренировки и упражнения. Начало тренировки и виды упражнений. Секретные службы на то и секретные, чтобы не выдавать всех особенностей подготовки. И даже бывшие сотрудники никогда не расскажут вам полностью все, с чем столкнулись во время работы. Но это и к лучшему. Среднестатистическому человеку, даже тому, кто захотел приблизиться к мастерам подготовки, такие нагрузки ни к чему. Посмотрим, что доступно простым спортсменам. Еще раз напоминаем, что для служб в спецподразделениях отбирают людей, чьи физические параметры изначально лучше, чем у большинства. И многие из них мы изменить не можем. Рост не имеет значения, а вот общая подготовка должна быть на уровне хотя бы первого разряда по какому-либо виду спорта. Кроме того, сотрудник спецслужбы должен уметь хорошо думать и быстро ориентироваться на местности. С такими людьми начинается работа по превращению их в настоящих разведчиков и бойцов спецподразделений. И начинается она с психологической подготовки. Прежде чем приступите к тренировкам, поверьте, вы круче всех. Вы уже решили этим заниматься. Именно мысль о том, что человек может все, поддерживает работников спецслужб в ситуациях, которые обычным людям кажутся безнадежными. Это важный момент психологической подготовки, и вам нужно в это поверить. Затем настройтесь на результат. Работа в спецслужбе, сделать дело и доложить о выполнении. Вот делом вы и займетесь. Спецслужбы готовятся не к быстрым схваткам, а к постоянным выматывающим передвижениям. Поэтому много внимания уделяют выносливости. Вынести тренировки будет действительно непросто. Но в боевой обстановке от подготовки зависит жизнь, а в мирное время от этого зависит ваше тело. Кроме того, при подготовке разведчиков используют специальные смешанные упражнения, которые великолепно развивают общую и специальную выносливость. Так в процессе бега на длинную дистанцию полезно применять интервальный метод и нужно ускоряться, бежать в рваном ритме, то замедляясь, то снова увеличивая скорость. Брать отягощение, пользуясь разного рода предметами, от специальных утяжелителей на ногах и поясе, которые продаются в любом спортивном магазине, до удобного, но большого рюкзака с тяжелым грузом. Хорошо показывает себя для выработки выносливости интервальная прерывистая тренировка. Это такой вид активности, когда интенсивные тяжелые занятия сменяются периодами активного отдыха, дыхательными упражнениями, упражнениями на растяжку. То есть вы не находитесь в покое во время отдыха, а продолжаете заниматься, но в другом темпе и другими упражнениями. К примеру, одну минуту, чем выше будет ваша выносливость, тем больше будет времени тратиться на интенсивные упражнения. Вы очень напряженно работаете с грушей или любым другим спортивным снарядом. Затем в течение трех минут делаете растяжку или упражнения на развитие навыков перемещения. И так чередуете несколько подходов. Подобная тренировка позволяет получить как аэробную, так и анаэробную нагрузку и увеличить выносливость тела. Еще одно сходное сочетание активности и отдыха. Бежите с максимальной скоростью короткую дистанцию примерно в 100 метров. Возвращаетесь легкой трусцой или быстрым шагом. Затем новое увеличение скорости. Так повторяете несколько раз подряд. Можно работать по времени. Затем три минуты отрабатываете ударные упражнения, минуту тратите на хорошую растяжку. И так повторяете несколько подходов. Очень эффективно работает бег на местности с перепадом высот или бег по лестнице по интервальной схеме. Вы на высокой скорости бежите вверх по лестнице, а обратно спускаетесь в расслабленном темпе или пешком. И так повторяете несколько раз. Подобную тренировку, если лестница заставляет быстро выдыхаться, можно провести и на холме, в горах, на любой наклонной плоскости. В случае, когда бегать негде, повторяйте по тому же принципу периоды интенсивного и медленного бега на месте. Круговая тренировка – это обязательный предмет подготовки всех спецслужб, и большая часть методик построена именно на этом виде активности. Это направление представляет собой последовательное выполнение упражнений на развитие силы, а также выносливости. Одни и другие упражнения нужно сочетать и чередовать, выполняя определенное количество повторов и не делая никаких пауз между разными упражнениями. Зато между кругами можно сделать перерыв. Например, отжимаетесь 30-50 раз, затем приседаете 50-100 раз. Опять отжимаетесь. Можно изменить вид отжиманий. Первый раз стандартно – на ладонях. Второй – на кулаках. Третий – на пальцах. Четвертый – ноги на возвышенности. Прыгаете со скакалкой 3 минуты. Отжимаетесь, приседаете, работаете с грушей. И такой тренинг можно делать до абсолютного изнеможения. Тренировка удобна тем, что ее можно проводить в любом месте и при любых условиях – дома, в спортзале, на тренажерах, на улице, одному или с группой. Естественно, нужно понимать, что интенсивность, а также количество упражнений, длительность тренировки, количество повторов придется повышать по мере своей подготовленности. Силовые упражнения. В вопросе о нужном количестве силовых упражнений есть разные мнения, но совершенно очевидно и понятно, что физическая подготовка человеку необходима. Без силовых упражнений не будет мышечной массы. Без мышечной массы не будет нормального качества жизни. При выборе упражнений для своих тренировок надо помнить, что подготовка сотрудника спецслужб существенно отличается от подготовки тяжелоатлета или культуриста. В первую очередь, любому сотруднику спецподразделения нужны крепкие выносливые мышцы, которые способны к длительной и точечной взрывной работе, долгосрочному движению в рваном ритме. Для удара, применяемого в рукопашных схватках и при контактах, нужна динамическая сила, а удар наносится резкими движениями. В этой главе книги мы рассмотрим самые привычные упражнения, хорошо всем известные, но необходимые для качественной силовой тренировки, которые можно и нужно выполнять как дома, так и на улице. Их можно делать как отдельным комплексом, так и во время круговой тренировки. Отжимания. Это классическое сложное комплексное упражнение, которое отлично укрепляет мышцы тела, позволяет создавать, поддерживать и сохранять хорошую физическую форму. А также оно готовит кулаки, пальцы и ладони к нагрузкам и возможным ударам. Есть особенности, которые делают привычные отжимания эффективными. Если за ними не следить, то много энергии будет растрачено впустую, так как неправильная техника выполнения не даст нужной нагрузки на мышцы. Отжимания на кулаках. Упражнение нужно делать так, чтобы локти при опускании тела шли строго назад, спину держать прямо. Туловище, таз и ноги должны составлять прямую линию. Отжиматься необходимо как на костяшках указательного и среднего пальцев, так и среднего безымянного пальцев и мизинца, укрепляя таким образом всю ударную поверхность кулака. Начать дома желательно на мягком ковре, затем перейти на деревянную поверхность. На улице отжиматься от земли. При отжимании опускаться до касания пола грудью. Для наработки взрывной силы подниматься надо резко. Руки в локтях при упражнении выпрямлять полностью. Отжимания на кулаках хорошо прорабатывают мышцы, которые участвуют в ударе. Плечевого пояса, грудные, трицепсы. Есть разновидности отжиманий на кулаках. Узким хватом, широким хватом, с хлопком. Сильно оттолкнуться и хлопнуть руками. Отжимания на пальцах укрепляют и сами пальцы, и запястья. Также есть разновидности отжиманий на 5, 4, 3, 2 и 1 пальцах. На ребрах ладоней. Обычные отжимания на ладонях. Широким хватом для грудных мышц. Узким хватом. Отжимания на тыльных сторонах кисти. Напряжение на запястье большое, поэтому надо выполнять осторожно. Желательно уже взрослым людям. Отжимания с хлопком. На гирях или гантелях. Отжимания, когда ноги на возвышенности. Стули, диване, стенки. Отжимания со сменой хвата. Встаем в упор лежа в узком хвате, опускаемся, затем на подъеме совершаем прыжок и меняем хват на широкий. Потом прыжок, узкий хват. Перекаты. Упор лежа, руки в достаточно широком хвате. Затем опускаемся к одной руке, сгибаем только ее. Перекатываемся к другой руке. Грудь близко к полу. Выпрямляем руку и также возвращаемся. При повышении уровня подготовки отжимания на одной руке. Подтягивания. Полезны для развития мышц рук и плеч. А крепкие мышцы верхней части тела необходимы для нанесения сильных ударов проведения бросков. Возьмите перекладину хватом ладонями вперед. Повисните. Выпрямите руки. Подтянитесь на руках. Не рывком. Чтобы подбородок оказался выше перекладины. Затем вернитесь в исходное состояние. Возможны варианты. Ладони к себе. Широкий, узкий хват рук. Ладони к себе или вперед. Смешанным хватом. Когда одна рука ладонью к себе, другая ладонью вперед. Упражнения на пресс. Они необходимы для развития мышц живота. А сильные мышцы живота нужны для хорошей координации действий верхней и нижней части тела. Для нанесения высоких ударов ногами. Вариантов для проработки пресса много. Выберем несколько. Ложитесь на спину. Согните ноги в коленях. Ступни в пол. Кисти на груди. Можно сжать в кулаки. Медленно поднимите туловище. Задержитесь на несколько секунд. Вернитесь в исходное положение. Варианты этого упражнения. Поднимая торс, поочередно поворачивайтесь вправо и влево. Поднимая торс, поднимите ступни и подтяните колени к груди. Ложитесь на спину. Ноги прямые. Руки за голову. Кисти сцеплены в замок. Сгибаем ноги, подтягивая к себе колени. Одновременно скручиваем и поднимаем торс. Левый локоть идет к правому колену. Затем делаем наоборот. Правый локоть к левому колену. Одновременный подъем рук и ног. Исходное положение. Ложимся на спину. Ноги прямые, руки над головой прямые. Поднимаем прямые ноги вверх. Одновременно с ними поднимаем туловище. И стараемся встретиться руками и ступнями в высшей точке. Подъем ног. Положение стандартное. Лежа на спине, упор на локти. Поднимаем обе ноги на высоту 45 градусов. Затем возможны другие варианты. Можно удерживать ноги на время. Можно держать ноги в таком положении секунд по 5-10, но делать большее число подходов. Еще один вариант делать упражнение ножницы, когда ногами выполняют скрещивающееся движение или порхание. Обе ноги примерно в 15 сантиметрах от пола и поочередно их поднимать на 45 градусов. Упражнение на ноги. Прыжки с места. Стоя у стены, дерева, выпрыгивайте вертикально вверх и касайтесь пальцами стены, дерева. Это упражнение развивает мышцы ног. Дополнительно улучшаются скоростные качества, координация, равновесие. Приседания. Из положения стоя медленно приседайте, сгибая колени. Затем вернитесь в исходную стойку. Для увеличения нагрузки можно положить на плечи штангу. Как вариант, можно приседать на количество, скорость, время. К примеру, полчаса. Правильное положение при приседаниях. Ваши ноги шире плеч. Колени согнуты. Бедра параллельны полу. Спина прямая, руки перед собой. Можно постоять минуту, две и больше, в зависимости от степени подготовки. Еще одно хорошее упражнение. Делаем боевую стойку и выполняем пять косых ударов по воздуху или снаряду, не опуская ногу на землю. Пробиваете пять ударов, ставите ногу, делаете другой ногой следующие пять ударов. Поднимание на пальцах ног. Стоя на всей плоскости стоп, потянитесь телом вверх. Поднимитесь на пальцах ног. Задержитесь на несколько секунд. Вернитесь в исходное положение. Для увеличения нагрузки можно положить на плечи штангу. Это упражнение развивает мышцы ступней, лодыжек, к тому же улучшает гибкость и равновесие. Дополнительно для силовой подготовки можно посоветовать отжимания на брусьях или подъем ног на перекладине. Первые тренировки. Для начала попробуйте сдать нормативы, которые покажут, насколько вы готовы к нагрузкам. Примерно такие же нормативы сдают при простых проверках физической подготовки. Если не можете выдержать указанную норму и темп, не пытайтесь. Это просто сигнал к тому, что последующие тренировки будете выполнять с нужной вам силой, чтобы дойти до норматива. Этот этап напоминает школьную разминку, но с гораздо более жесткими требованиями. Вот эти нормативы. Бег на дистанцию в три километра. Нужно уложиться и преодолеть расстояние за 12 минут. Бег на короткую дистанцию в 100 метров. Норматив 13 секунд. 20 подтягиваний на турнике. Для начала любым хватом. 30 отжиманий на брусьях. 60 отжиманий от пола. 10 жимов штанги лежа. Поднимать нужно свой вес. Комплекс силовых упражнений. 10 отжиманий. Сразу же после него, без выделения времени на паузу, резкое подтягивание коленей груди в упоре лежа. Тоже требуется повторение в течение 10 раз. Следом 10 раз скручивание на пресс. И сразу же выпрыгивание из положения сидя 10 раз. Этот комплекс нужно повторять 5 раз. Или же увеличить количество повторов в каждом подходе. Но сделать 3 круга. Между выполнением каждого упражнения выделяется время на отдых до 5 минут. Естественно, если до этого вы ни разу не жали штангу и не подтягивались, вы не сможете выполнить эту проверку. Тогда суровые тренировки еще не для вас. Любой организм должен быть хорошо подготовлен к постоянным нагрузкам. Но для этого втягиваться в работу нужно не сразу, а начинать с легкого, делать перерывы в тренировках и работать не каждый день. Начните с 3 раз в неделю. Этого будет достаточно, чтобы вы успели привыкнуть к занятиям и освоили главные упражнения. Вам потребуется найти брусья, шведскую стенку, турник, старые автомобильные покрышки, лучше от больших автомобилей, и кувалду. Да-да, именно большую тяжелую кувалду. Сначала разминка, которая еще больше похожа на школьную, чем сдача нормативов. 10-15 минут посвятите бегу, но с упражнениями в процессе выполнения. Для начала стандартные. Это высокое поднимание колен, захлест голени, приставные шаги, прыжки, выпрыгивание, взрывной бег. После пробежки уделите несколько минут растяжки в любом удобном для вас варианте. Растягивайте не только мышцы ног, но и руки, и корпус. Силовая тренировка включает в себя работу на каждом из снарядов по 50 секунд, после чего проходит минута перерыва, и пора переходить к следующему снаряду. Например, если вы начинаете работу над телом с турника, вас ожидают 50 секунд подтягиваний. Затем минута отдыха. На шведской стенке 50 секунд подъема прямых ног с одной частотой. Снова отдыхайте в течение минуты. 50 секунд занимайтесь резким переворотом тяжелой покрышки. Минута отдыха. Следующие 50 секунд в ваших руках будет кувалда, которую вы с большим размахом будете бить по покрышке. Понятно, что в таких случаях просто покрышки не подойдут. Чем тяжелее снаряд, тем лучше. Минуту вы снова отдыхаете. Затем выполняете отжимания на брусьях. Минута отдыха. Потом 50 секунд посвящаете отжиманию от пола. Такой круговой комплекс нужно пройти три раза. Если вы предпочитаете работать железом, то можно добавить в тренировку штангу и гантели. Все упражнения стандартные. Жим штанги от груди лежа, присед со штангой, поднятие штанги от груди стоя, пресс и упражнения на низ спины. Используйте вес, с которым можно быстро работать, то есть на уровне своего веса. Если вы со штангой до этого не занимались, то выбор веса поручите профессионалам и научитесь под присмотром тренера выполнять эти базовые упражнения. В те дни, когда вы не выполняете такую тренировку, повторите комплекс силовых упражнений. Он не занимает много времени, но дает размяться и поддержать тело в тонусе. Один день в неделю отдыхайте полностью, чтобы восстановиться после интенсивных нагрузок. Другой уровень. Важно, чтобы в результате организм мог выдержать не краткосрочную экстренную физическую нагрузку, а без проблем выносил длительную, пусть и не такую значительную. Так что срываться с места в карьер и тренироваться с нуля не лучший вариант. Для этого тренируются в беге на длинные дистанции, причем с разнообразными внешними условиями. По утрам после необходимых процедур в полной экипировке служащие должны отправляться бегать в рваном ритме, который имитирует боевые условия. Это значит, что бег прерывается кувырками и перекатами, продвижением ползком, ходьбой гусиным шагом. Скорость такого бега невысокая, но назвать его скучным точно никак нельзя. После активной пробежки начинаются тактические и спортивные занятия. Бойцы проводят так месяцы подряд. Естественно, подобный режим человеку работающему не подходит, но схему нужно брать на вооружение. Сначала разминка, потом бег с утяжелением и с препятствиями. Найти полосу препятствий или сделать ее самостоятельно не так уж трудно. Сложнее заставить себя отдавать вводные команды и выполнять упражнения в процессе бега. Примерно два раза в год спецподразделения проводят жесткий экзамен на выбывание. Он выглядит как недельное воссоздание экстремальных условий, максимально сложных, какие только можно представить. Для нас с вами интересен не способ, каким командиры проверяют готовность каждого человека ко всему на свете, а срок, с которым это повторяется. Поставьте себе цель увидеть первые результаты через полгода. Так вы будете знать, на что следует ориентироваться и когда проверять свою готовность к неожиданным ситуациям. Сложность в том, что все программы тренировок в фитнесе рассчитаны на определенное чередование отдыха для восстановления и нагрузки. И это абсолютно правильно для обычной жизни. В спецслужбах не так. Тренироваться нужно каждый день. Попробуйте рискнуть и заниматься интенсивно ежедневно, и через год вы не узнаете себя, и будете способны на то, о чем не подозревали раньше. Нужно ли напоминать, что прежде чем переходить к такой программе, вы должны не глядя и без труда выполнять все то, что уже было описано выше? О первом пункте любой тренировки мы уже упомянули. Это бег с препятствиями и продвижением ползком. Ежедневно в спецназе пробегают 10 километров таким убойным способом. Иногда норма может быть увеличена в несколько раз, но это для специалистов, а для людей вне службы. Бегать можно и по 6 раз в неделю, устраивая себе выходной. Естественно, сразу 10 километров под силу не всем, тем более с отягощениями и в напряженном режиме, поэтому тренировки начинайте налегке, даже если уверены в своих силах. Тестовый период должен занять не меньше двух недель, потом увеличивайте нагрузку. Задача пробежать эти километры меньше, чем за час, потом за то же время, но с тяжелым снаряжением. Бег надо чередовать с продвижением ползком. Такой режим отлично прорабатывает мелкие группы мышц, связки и сухожилия. Есть три способа ползти. По-пластунски, на спине и техника продвижения ползком по минному полю. В последнем случае, лежа на животе, руками вы ощупываете неровности вокруг себя и подтягиваетесь вперед. Бегать и ползать нужно не прямолинейно, а смещаться из стороны в сторону от основного пути. Второй пункт тренировки – круговая нагрузка. Принцип построения такой тренировки был заимствован у советской школы бокса и самбо. Это один из лучших способов развить силу и выносливость. Кроме того, подобные тренировки учат психологически стойко преодолевать трудности и не давать себе расслабиться. Количество повторов в каждом комплексе не регламентировано, но каждый раз нужно выполнять столько, что, кажется, вы больше не можете сделать ни одного движения. Обычно тренировка длится около 40 минут. После первого пункта, то есть подробно описанной выше 10-километровой пробежки, нужно сделать очень короткий перерыв, примерно 5-10 минут, а затем приступайте к круговой тренировке. В каждом круге упражнения нужно делать подряд, без перерыва, с максимальным количеством повторения. Стандартный круг спецподразделения представляет собой набор следующих упражнений. Отжимания – минимум 20 повторов. Прыжки с переставлением ног – 10 повторов. Это непростое упражнение. Сделайте широкий шаг вперед и поставьте ногу сзади на колено. Положите руку за голову и выпрямите спину. Сделайте прыжок, поменяв ноги и вернувшись в исходное положение. Две смены ног равны одному повтору. Затем вас ждут отжимания на кулаках. Вашей целью должны быть 30 повторов. Затем снова серия прыжков с переставлением ног. Затем снова отжимайтесь. Бойцы выполняют отжимания на пальцах, но если вы не можете этого сделать, делайте простые отжимания. Затем еще один сет с прыжками и отжиманиями. После того, как прыжки и отжимания закончены, переходите к упражнениям на мышцы пресса. Делайте любые скручивания до упора. Постоянно поддерживайте и увеличивайте нагрузку. Это единственный из принципов, который держит все мышцы в напряжении. Ежедневно нужно выполнять упражнения, число которых неуклонно растет. Конечно, упражнения будут повторяться, но для этого используют самые сложные из них. Помимо отжиманий, это подтягивания разным хватом, особенно широким. Приседания с выпрыгиваниями, во время которых вы прыгаете из положения сидя и делаете хлопок руками над головой. Это очень хорошо укрепляет икры и голеностоп. Именно икры дают выносливость при беге и отвечают за силу удара. Именно с них начинается любое ударное движение. Отжимания с выпрыгиваниями. Когда вы встаете в упор лежа, а ноги отставляете назад прыжком, затем отжимаетесь и снова прыжком возвращаетесь в исходное положение. Метание камней. Также одно из упражнений особенной программы. Оно великолепно тренирует руки для сильного броска. А это необходимо, если вы планируете заниматься боевыми искусствами, борьбой или рукопашным боем. В качестве инвентаря можно использовать несколько тяжелых камней. Их нужно предварительно собрать и сложить в том месте, где будет происходить тренировка. Естественно, для метания нужно позаботиться о технике безопасности. На детской площадке или среди плотно строящихся домов такое упражнение выполнять однозначно нельзя. Чтобы получить максимум после каждого этапа круговой тренировки, нужно совершать несколько сильных бросков, а затем удерживать тяжелые камни на вытянутых руках в течение нескольких секунд подряд. Одно из упражнений, хорошо развивающих силу, выполняется с обычным ремнем или с очень прочной веревкой. Возьмите в руки ваш спортивный снаряд и попытайтесь его разорвать, растягивая в разные стороны. Вправо, влево, заложив руки за спину. В момент наибольшего напряжения задержка должна длиться примерно 6-7 секунд. Выполняйте по три подхода для каждой ведущей руки. При выполнении этого упражнения необходимо следить за дыханием, которое ни в коем случае нельзя задерживать, чтобы не создавать излишнюю нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Делать такие упражнения тоже нужно после круговой тренировки. Можно добавить в практику занятия, взятые из бокса, для отработки хорошей реакции и силы. Выполняйте удары, боковой левой и боковой правой из традиционной боксерской техники. Используйте кувалду для наработки силы. Бейте полежащие на земле или крепко закопанные автомобильные покрышки. Выполняйте три базовых упражнения по работе с кувалдой. Основную программу составляют удар сверху, слева, справа. Кувалда в виде снаряда подключает к работе все мышцы, которые участвуют при любом типе удара и любом типе броска. Поэтому работа с кувалдой дает преимущество спортсменам, которые занимаются рукопашным боем. Каждое упражнение с ударной техникой выполняйте по три подхода и по 10 повторов в каждом подходе. Такая непрерывная нагрузка обеспечивает постоянное поддержание готовности. Адаптированная программа. Тренировки спецслужб США включают в себя разные программы, но основа у всех армий и подразделений в мире одинаковая. Задача фитнеса для спецслужб – выжить из людей максимум, чтобы любая сложная обстановка показалась простым развлечением по сравнению с тренировкой. Прежде чем начинать подобную тренировку, нужно знать, что каждый сотрудник проходит огромное количество тестов, проверяющих его физическое и психическое здоровье. По итогам этих проверок специальная компетентная комиссия из экспертов проводит жесткий отбор будущих бойцов. Поэтому учтите, что эти комплексы рассчитаны на здоровых людей. Нет смысла описывать все те ужасы, с которыми приходится сталкиваться на тренировках и этапах отбора будущим героям. В конце концов, после ухода на пенсию, многих из них нельзя назвать здоровыми, а значит и то, чем они занимались на тренировках, под определение фитнеса не подходит. Согласитесь, работа организма на износ никак не улучшит ваше состояние, если вы изначально не были готовы к гипернагрузкам. А вот обычные занятия помогут спортсменам стать сильнее и выносливее. Если приблизительно адаптировать программу тренировок специальных служб для обыкновенного спортсмена, которого уже перестали устраивать стандартные тренировки, то получится длительный комплекс упражнений, рассчитанный на несколько недель. Это связано с тем, что полную проработку всех мышц невозможно провести за один день. Мышцам тоже нужно отдыхать и восстанавливаться. Да и времени такие занятия отнимут слишком много. Программы рассчитаны на два этапа по 10 недель в каждом. Применяя эти программы, можно добиться заметных результатов, даже если заниматься не каждый день. Примерный план тренировок для первого этапа такой. На первой неделе в качестве кардионагрузки трижды используется бег. Через день бегаете 3 или 3,5 километра в удобном для вас темпе. Три дня будут посвящены активным нагрузкам. Четыре — тренировкам другого типа, о них чуть позже. После бега проводится круговая тренировка, в которой отдается предпочтение отжиманиям, подтягиваниям и скручиваниям на пресс. Отжимания и упражнения на пресс нужно выполнять по 4 подхода, по 15-20 повторений в каждом из них. Подтягиваний можно меньше. Всего 3 подхода, по 3-5 повторений, в зависимости от ваших способностей и предварительной подготовки. В те дни, когда у вас нет тренировок, то есть 4 оставшихся дня, посещайте бассейн, где как минимум 15 минут вы должны посвящать непрерывному плаванию. Дни тренировки и бассейн также можно совмещать. На второй неделе ситуация с бегом и количеством круговых тренировок не меняется. Также три дня, те же дистанции и в том же темпе. Но меняется нагрузка во время круговых тренировок. Для отжиманий и для упражнений на пресс потребуется больше времени, потому что нужно будет выполнять по 5 подходов с тем же количеством повторений, что и на первой неделе. Количество подтягиваний можно не увеличивать. Продолжайте плавать в те дни, когда у вас нет тренировок или находите время для совмещения работы в бассейне с работой на суше. На третьей неделе можно отказаться от бега, но это не значит, что стоит забывать о разминке. Потому что круговая тренировка никуда не девается. Выполняйте все комплексы трижды в неделю, делая перерыв на один или два дня. Отжимания и упражнения на пресс также нужно выполнять в пяти подходах, но увеличивать количество повторений в каждом из них. Правильная схема для третьей недели – 5 по 25. Для подтягиваний по-прежнему нужно выделять три сета, но увеличивать количество повторов в каждом на один по сравнению с предыдущей нормой. Если до этого подтягивались три раза, то начните подтягиваться четыре в каждом подходе. Продолжайте плавать по той же схеме, что и раньше, но время непрерывной активной работы увеличивайте с 15 до 20 минут. К концу первого месяца активных тренировок верните в программу «Бег», но постарайтесь увеличить расстояние до 4,5 или 5 километров, которые нужно пробежать за один раз. Времени для тренировок и пробежек выделяйте трижды в неделю. Круговая тренировка по сравнению с прошлой неделей меняться не будет. Но не забывайте, что подтягивания и отжимания, так же как и скручивания и подъемы туловища, можно выполнять разными способами, и чем больше вариантов вы будете делать, тем лучше проработаете все мышцы. С плаванием не торопитесь. Проплывая без остановки все те же 20 минут 4 или 5 раз в неделю. На пятой и шестой неделе программа тренировок будет одинаковой. Количество занятий бегом увеличится до 4 в неделю. В первый день пробегаете 3 километра, во второй 4,5, потом 5,5, на четвертый день снова 3 километра. Количество круговых тренировок пока не увеличивается. Им также нужно отдавать 3 дня в неделю, но снова происходит увеличение числа подходов. Отжимания и пресс выполняйте по 6 подходов, по 25 повторов в каждом. Подтягиваться можно реже, то есть выполнять только 2 подхода, но зато в каждом увеличить количество повторений до 8. После прошедших тренировок так точно получится. Плавайте 4 раза в неделю. Добавьте к своему времени еще 5 минут. На седьмой и восьмой неделе программы тренировок тоже будут одинаковыми. На занятия отводятся 4 дня. Увеличится расстояние, которое нужно преодолеть во время пробежки. Первые два дня пробегайте по 5 километров, на третий 6. На четвертый день можно отдохнуть и пробежать 4,5 километра. Круговая тренировка проводится 3 раза в неделю. Отжимания и упражнения на пресс увеличиваются. При 6 подходах нужно делать по 30 повторов в каждом. Количество подходов с подтягиваниями остается прежним. 2 подхода, но увеличивается снова количество повторов. Нужно суметь сделать 10 подтягиваний подряд. Плавать нужно 4 или 5 раз в неделю, по полчаса без перерыва. Последняя неделя из первого большого этапа – самые напряженные. Схема бега не меняется с предыдущей недели. Количество круговых тренировок не увеличивается, но снова добавляется количество сделанного. Отжимания и скручиваний выполняйте по 30 в каждом из 6 подходов. Подтягиваний тоже больше – 10 раз подряд и всего 3 подхода. Времени на плавание тоже нужно больше – 35 минут. Второй этап, рассчитанный на 9 недель, описывается немного короче, потому что в нем больше одинаковых с точки зрения нагрузки недель. Первая и вторая недели потребуют 5 дней беговых тренировок в каждой. Начинается каждое занятие с разминки. Длина дистанции будет меняться в зависимости от дня занятий. 4,5 километра, 6,5 километров, 5, снова 6,5 и 3 километра в последний день. Круговая тренировка проходит 3 раза в неделю. Отжимания повторяйте по 30 раз в 6 подходах. Скручивания на пресс по 35 повторений – тоже 6 подходов. Подтягивания трижды по 10 раз. На втором этапе добавляются отжимания на брусьях. Начинайте с трех подходов по 20 повторений в каждом. Не забывайте про плавание по 35 минут 4 раза в неделю. В следующие две недели ничего не изменится в тренировках, связанных с беговой нагрузкой. Зато станет другой схема круговой тренировки. По-прежнему нужно заниматься 3 раза в неделю. Количество отжиманий – 10 подходов по 20 раз в каждом. Пресс – 10 подходов по 25 повторений. Подтягивания делайте 10 раз подряд в 4 подходах. Отжимания на брусьях – 10 подходов по 15 повторений. Таким образом, в каждом подходе вы будете делать все упражнения. Время на плавание составит уже 45 минут. Все те же 4 раза в неделю. Пятая неделя в этом этапе промежуточная. Схема для беговых тренировок – 2 дня по 6,5 километров. Затем 8 километров. Затем 2 дня по 5. Круговая тренировка. Отжимания, пресс и отжимания на брусьях делаются по 15 подходов. Отжимания – 20 повторов, пресс – 25, отжимания на брусьях – 15 раз. Подтягивайтесь за 4 подхода по 12 раз. Плавайте в течение часа. Три последние недели проводите по одной схеме. Бег 6,5 километров. Затем 3 дня по 8, затем 5 километров. Итого 5 беговых дней. Отжимания, подъемы туловища и отжимания на брусьях делаются по 20 подходов. Количество повторений такое же, как на пятой неделе. Подтягивания – 5 подходов по 12 раз подряд. Плавать можно больше часа. Нетрудно заметить, что на втором этапе тренировок физическая активность будет отнимать очень много времени. И далеко не все смогут позволить себе потратить столько часов на работу над собой. Но ведь вас интересует результат. Иначе вы бы не уделили внимания этой книге. А если интенсивность тренировок сокращать, то вам будет крайне трудно поддержать необходимый прогресс, чтобы выполнять такие нормативы. Поэтому учтите, если не можете заниматься так много, то ваши этапы будут состоять не из 9 недель, а из большего их количества. Антистрессовая тренировка Антистрессовые тренировки – важная часть подготовки спецслужб, потому что сотрудникам приходится работать в самых трудных условиях. И чтобы в любой ситуации быть готовым к неожиданным событиям, нужно справляться со стрессом. Любой стресс всегда является и физиологическим, и гормональным, и психологическим. Поэтому в вопросах профилактики стресса необходимо обращать внимание на состояние головного мозга. Именно от него зависит наше восприятие ситуации, а значит и само понимание стресса. В сложных условиях чрезмерного волнения как минимум одна половина мозга блокируется, а это в свою очередь мешает принимать обдуманные решения. Нетрудно понять, что вверх берет правое полушарие, которое отвечает за эмоции, а не левое, логическое. Задача тренировок – сделать мозг полностью работоспособным в любых условиях. Казалось бы, какое отношение к этому имеет фитнес? Самое непосредственное. Во-первых, антистрессовые тренировки улучшают общее состояние организма, которые начинают лучше реагировать на серьезные специальные нагрузки. Во-вторых, существуют особые упражнения, направленные на активацию взаимодействия полушарий головного мозга и на развитие их межнейронных связей. Они помогают не только развивать связи в головном мозге, но и дают возможность равномерно совершенствовать все мышцы. В-третьих, такие комплексы улучшают координацию и помогают лучше двигаться. Упражнения основаны на принципе синхронизации разных половин тела. Активизируя одну из них, мы задействуем одно полушарие мозга. Когда работает все тело, работает и весь мозг. В упражнениях задействованы те части тела, которые имеют наибольшие проекции в головном мозге. К таким частям относятся пальцы и кисти рук, пальцы ног и стопы, губы. Исследователи установили, что именно мелкая моторика активизирует наибольшее количество участков мозга. В упражнениях, рассчитанных на антистрессовую тренировку, также учитывается, что сложные движения можно сделать, если к процессу подключаются все участки коры больших полушарий. Чем сложнее новое движение, тем больше нужно думать для его выполнения, тем большее влияние на мозговые функции оно оказывает. Комплекс упражнений, сочетающих активность физическую и умственную, по возможности первый месяц нужно выполнять каждый день. В дальнейшем будет достаточно выполнять комплекс один раз в неделю в течение одного часа или по мере необходимости. Такие перерывы не приводят к потере формы, потому что вызванное упражнениями положительное физиологическое состояние мозга сохраняется длительное время, до недели и больше. Допускается выполнять одно или несколько упражнений для получения нужного эффекта. Каждое упражнение нужно повторять по 10-15 раз. Общее время тренировки не больше часа, но не меньше 30 минут. В положении сидя тренируем координацию рук. Первое упражнение. Смена положений ладоней. Ладонь лежит на столе, пальцы держите прямо. Затем нужно сжать ладонь в кулак, после чего поставить на ребро и выпрямить пальцы. Снова положить ладонь на ровную поверхность, выпрямив пальцы. Повторять цикл. Сначала упражнение нужно выполнить каждой ладонью отдельно, потом двумя руками одновременно. Когда вы научитесь делать так, можно перейти к более трудному варианту. Начинает правая рука. Через одно движение подключаем правую руку. Таким образом мы получаем асинхронные движения. Второе упражнение. Ухо-нос. Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой за левое ухо. Одновременно отпустите ухо и нос. Хлопните в ладоши. Поменяйте положение рук с точностью. Повторяйте нужное количество раз. Постепенно учитесь ускорять темп выполнения упражнения. Третье упражнение. Одновременно и синхронно двумя руками нужно рисовать в воздухе алфавит, цифры, восьмерки. Рисовать нужно широко, охватывая пространство от бедер до головы. Четвертое упражнение. Усложните упражнение. Пишите в воздухе двумя руками и одновременно разные цифры или буквы. Например, ваша правая рука рисует в воздухе цифру 1, а левая пишет цифру 3. А потом без перерыва они меняются. И правая рисует 3, а левая 1. Пятое упражнение. Руки вытянуты в стороны на уровне груди. Кулаки сжаты. Вращать кулаки одновременно в одну сторону, другую в разные. Шестое упражнение. Соединить перед грудью кончики пальцев обеих рук. Не разжимая пальцев, сводим и разводим ладони, нажимая в местах, где пальцы контактируют друг с другом. Одновременно поджимаем и разжимаем пальцы ног. Седьмое упражнение. Вытянуть руки и ноги перед собой. Нужно выполнять синхронные, скрещивающие движения руками и ногами. Некоторые упражнения нужно делать в положении стоя. Первое упражнение. Одной рукой делаете круговые движения, а другой рисуете в воздухе цифры. Затем поменяйте руки. Второе упражнение. Предварительно разучиваем четыре движения для правой руки. В сторону, вверх, в сторону, вниз. Повторить несколько раз. Затем разучиваем пять движений для левой руки. Вперед, в сторону, вверх, вперед, вниз. Повторить несколько раз. Теперь делаем эти движения одновременно, каждые для своей руки. Третье упражнение. Выполняйте разнообразные перекрестные движения. Например, правым локтем требуется коснуться поднятого левого колена. Затем левым локтем коснуться правого колена. В момент касания поджимать пальцы стоп и сжимать пальцы рук в кулаки. Четвертое упражнение. Перенесите вес тела на правую ногу. Левой ногой делайте круговые движения. А правой рукой напишите в воздухе свои имя, фамилию, алфавит или цифры по порядку. Левой рукой можно придерживаться за стену. Поменяйте руку и ногу. Повторите упражнение несколько раз. Пятое. Выполняйте ходьбу на месте с закрытыми глазами. Одновременно руками нужно писать в воздухе восьмерки или хотя бы делать руками круги перед грудью. Шестое. Встать прямо, развести руки в стороны на уровне плеч, ладонями вниз. Не меняя положение рук и переступая ногами, медленно вращайтесь, стараясь делать как можно более полные развороты. Такие несложные занятия со временем помогут лучше держать равновесие и с легкостью подходить к трудным заданиям. Даже новые упражнения в фитнесе вы будете осваивать с легкостью, не боясь испортить здоровье неправильной техникой выполнения. В качестве заключения. Тренируйся, как в спецслужбах. Как бы нам не хотелось получить в руки секрет идеальной и простой тренировки, его не существует. Все, на чем строится работа спецслужб, это постоянные нагрузки и полное отсутствие оправданий для собственной лени или нежелания шевелиться. Кроме того, в спецслужбах за мотивацию отвечают профессиональные обязанности, а обычным спортсменам приходится искать силы и волю в себе. Конечно, не все из нас могут похвастаться большим количеством времени, которое можно выделить на тренировку и абсолютным физическим здоровьем. А это непременные условия для получения специального результата. Но зато всем доступны общие принципы нагрузок, которые делаются во всех спецслужбах мира. Повторим. Сначала разминка. Затем обязательный бег или кардионагрузка. После нее следует мощная круговая тренировка силы и выносливости. При этом все упражнения используются максимально простые, но эффективные. А вместо инвентаря и нагрузки лучше всего подходит ровная поверхность и собственное тело. Все тренировки проводятся регулярно. И после каждой тренировки вы чувствуете себя как выжатый лимон. Как видим, все очень просто. И весь секрет в постоянстве и в вашем желании добиться результатов. Попробуйте, и у вас все получится. Дорогие слушатели, напишите, какие еще книги вы хотели бы послушать в аудиоформате. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Не забудьте подписаться на канал, если еще не сделали этого. Желаем вам всего наилучшего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...